Хей-хей, народ! Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, а вы находитесь на моем канале. И сегодня я продемонстрирую петлю общения, а именно в сложном варианте, когда собеседник отвечает односложно. Да, это первый вариант ответа, второй вариант ответа нет и третий вариант ответа не знаю. Окей, и для того, чтобы начать петлю общения, достаточно просто оглядеться и посмотреть, что вообще здесь есть. Либо посмотреть на собеседника. О, я вижу у тебя темные очки, тебе нравится носить темные очки? Да. А мне тоже нравится носить темные очки, но только, к сожалению, я свои темные очки утопил либо во Вьетнаме, либо в Гуа, я честно не помню. Кажется, во Вьетнаме они были клевые, они были подарены мне знакомым, очень хорошим, они были суперские полароид, но, к сожалению, вот я их утопил. Но время уже пришло, и они решили просто раствориться в этом прекрасном море другой страны. А тебе нравится море? Да. А мне тоже нравится море, потому что, когда я купаюсь в этот момент, я представляю, что я в ванной с уточкой. Слушай, а вот когда я чувствую себя вот хорошо, мне хочется почему-то сразу говорить людям комплименты. А у тебя бывает такое, что когда тебе хорошо, ты тоже вот хочешь как-то вот свое настроение передать другим людям? Да. Когда я вот передаю это состояние на других людей, я чувствую, что это их заряжает. Но бывали случаи, что я передаю свое настроение, да, а человек такой, что ты такой, что ты такой в хорошем настроении-то вообще? И я такой, блин, и мое настроение начинает уже падать. Бывало ли это у тебя такое, что вот у тебя хорошее настроение, а человек тебе его портил, потому что вот у него было плохое настроение, и его настроение, его моржа, его энергия была сильнее твоей, и ты себе в итоге тоже испортил настроение? Да. И вот я вот не знаю, как с этим бороться, самое главное, что мне нравятся бассейны. Знаешь, почему мне нравятся бассейны? Потому что в бассейнах можно плескаться, как дельфинчик, и при этом чувствовать, что все хорошо, потому что в бассейне можно так делать. Я, конечно, сейчас несу чушь про бассейн, про дельфинчинка, но мне действительно было интересно. Ты вообще умеешь плавать? Нет. Почему ты не умеешь плавать? Я думал, что вообще все умеют плавать. Ты что? Че с тобой? Ты что? Не научили. Не знаю. Я думаю, что тебя могут научить. У меня есть очень хороший тренер. Он меня научил фактически с нуля. Просто бросил меня в бассейн, и я понял, что я тону. И он стал меня еще добивать веслом, чтобы я каким-то образом, наверное, должен был пойти на дно. А я уворачивался от весла, и в этот момент я научился плавать. Мне вообще, на самом деле, нравится, что вот так мы можем общаться, так душевно. Ты так много говоришь о себе, такие интересные темы рассказываешь. Как тебе наше общение? Не знаю. Вот, понимаешь, вся мощь, мощь вот именно в этом ответе, и я поражен до глубины. Как ты классно сейчас вот рассказала все, что ты хотела рассказать. Окей, ребята, это была петля общения. Очень сложный вариант. Вы можете, опять же, тренироваться с другом, с подругой. Вы говорите, у меня здесь есть Дмитрий Трофимов с петлей общения. Подпишись, пожалуйста, на его канал, и давай потренируемся. То есть, сначала ваш коллега по тренировке, по тренировке по петле общения говорит, да, нет, не знаю. А вы включаете петлю общения. А потом вы меняетесь, и вы уже отвечаете, да, нет, не знаю. А ваш коллега пытается включить петлю общения. Опять же, кто-то скажет, Дима, а если у меня нет коллеги, я же социофобушек, воробушек, что мне делать? В этом случае вы можете тренироваться так же. Вы просто отвечаете за собеседника. То есть, вы говорите, включаете петлю общения, потом делаете паузу, да, и, например, сами придумаете ответ, например, да, или нет, либо не знаю. И продолжаете дальше уже петлю общения. Еще один важный нюанс, если вы заметили, что в петле общения я делал несколько разных вариантов. Сначала я задал вопрос, потом я что-то добавлял от себя. Либо я сначала рассказывал о себе, а потом по этой теме задавал вопрос. Еще был вариант, что я задавал вопрос, да, по этой теме, а потом сразу переключался вообще на другую тему. То есть, я долго, например, не висел в теме бассейна, или там в теме, я не знаю, не висел долго в теме моря, или вот плавания вот этого всего. Да, я мог переключиться абсолютно на другую тему, и это правильно, не нужно долго тоже зависать на одной теме. Вы можете, и вы имеете право переключаться на другую тему, которая вообще никак не касается другой темы. Например, вы говорили о мобильных телефонах, а потом вы имеете право, например, сказать «мне нравятся черепашки-ниндзя». И вы имеете право говорить о черепашках-ниндзя. Не нужно долго, как говорится, разбусоливать тему о телефоне, зачем? То есть, вы также можете это делать, и петля общения вам в этом поможет. И я напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать в комментариях, помогает ли вам петля общения. Или может быть вы хотели демонстрацию какой-то определенной петли общения. В общем-то пишите в комментариях, я все внимательно прочитаю. Также я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, у меня есть инстаграм, у меня есть вконтакте страница и мой паблик тоже вконтакте. И хорошего вам дня, настроения 5 миллионов долларов и черепашек-ниндзя. Пока-пока. Хей-хей народ, здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, а вы находитесь на моем канале. И сегодня я продемонстрирую петлю общения, а именно в усложненном, а именно в усложненном, а именно в сложном варианте, когда собеседник отвечает односложно. А как ты относишься к урбанистическим супер-мегаполисам?